Крупные аварии на Павлодарской ТЭЦ. Ее устранили, однако горожане продолжают мерзнуть. В минувшую пятницу одна из теплоэнергоцентрали вышла из строя. Треть города осталась без отопления. До сих пор неизвестно точное число домов, оставшихся без тепла. Более того, власти упорно отказываются назвать произошедшие аварии. Однако, как ни назови случившееся, повреждением или крупной аварией, ситуация не изменится. Майя Шуакбаева сейчас на прямой связи со студией. У нее все подробности. Майя, а добрый день, расскажи, согрелись ли, наконец, жители Павлодара? Майя. Добрый день, коллега. Относительно согрелись. В эти дни главная новость Павлодаря – это коммунальный коллапс. На одной из трех ТЭЦ произошел порыв на изношенной тепловой сети. В результате от отопления пришлось отключить как минимум треть города. Это все дома в южной сетевой части, находящиеся за условной границей улицы Ломова. Все выходные люди сидели в еле отапливаемых домах. До сих пор Экимат упорно отказывается называть произошедшее аварией. Три дня журналисты не могли добиться от властей точной информации о том, сколько домов и конкретно людей остались в выходные без тепла. Буквально час назад Экимат все-таки озвучил эту цифру – 440 многоквартирных домов и 36 социальных объектов. Прорыв произошел на территории ТЭЦ-1, который принадлежит АО «Алюминий» Казахстана. Поэтому тепловики приняли решение переподключить полностью все дома, которые относились к южному сетевому району, на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «Павлодар Энерго». Стало немножко прохладнее, естественно. Температурный режим снизился, и батареи стали немного холоднее. Но оно все восстановлено, на данный момент уже все параметры восстановлены, и горячая вода, и тепло вернулось в дома. К слову, в результате того, что всю нагрузку с ТЭЦ-1 перекинули на две другие ТЭЦ, прохладно стало в домах всего города. Но будет ли произведен перерасчет по тарифам тепловых сетей и «Павлодар Энерго» пока вообще неизвестно. Монополисты входят в одну группу компаний. Сейчас, согласно официальной информации, авария полностью устранена, дома подключены к теплу. Но мы встретились с жителями микрорайонов, в которых не было тепла ни до аварии, ни после. У нас до этого было холодно, а теперь совсем нет отопления. И вот мы по очереди, муж, до пяти утра, потом я просыпаюсь, значит, я караулю, потому что сейчас начались морозы, дабы не разморозить все это. Вот он без конца, вчера 50 ведер слил воды с отопления через кран Маевского, чтобы просто не разморозить систему отопления. И это у нас каждый день. Это микрорайон МДС, в котором люди не выключают батареи круглосуточно, с начала отопительного сезона. И так уже третий год. Причина, по словам жителей, скорее всего, в недогреве. Выезжавшая к ним комиссия установила, что в распределительном щитке вместо 80 градусов тепла всего 40. Я знаю, что я детство пережила во время войны в траншеях, в окопах, в землянках. И теперь мне тоже ставить буржуйку, трубу в окно выводить, топить. Вот 85 лет. Люди неоднократно обращались в Экимат и коммунальные службы. Чиновники утверждают, что вся причина в том, что люди самовольно устанавливают насосы по подкачке теплоподачи. Но зачем бы люди стали это делать, если в домах тепло? Вопрос резонный. Наиболее вероятная версия – систематический недогрев последние несколько лет. Люди жалуются на него повсеместно. А также незаконное подключение новых объектов к сетям, на которых они не рассчитаны. По информации Павлодар Энерго, общий износ тепловых коммуникаций в Павлодаре превышает 80%. У меня на этом все. Студия. Майя, благодарю. Надеюсь, ситуация с отоплением в регионе как можно скорее восстановиться. Спасибо.